Александр Сергеенко формирует команду. Глава администрации Старо-Оскольского городского округа активно занялся кадровой политикой. Сразу 10 кандидатур на замещение должностей муниципальной службы было представлено Совету депутатов. Депутатский корпус проявил полное единодушие. Согласовали всех без возражений. Об этих и других вопросах повестки дня очередного заседания Совета в нашем репортаже. Своих будущих заместителей Александр Сергеенко представлял депутатам сам. Двое из них иногородние. Сергеенко знаком с ними по предыдущему месту работы. На должность первого зама главы по строительству, транспорту и жилищно-коммунальному хозяйству Александр Николаевич предложил Олега Медведева. До недавних пор он являлся заместителем главы администрации района, руководителем комитета строительства администрации Белгородского района. Молодой чиновник 1985 года рождения, специалист в области гражданского и промышленного строительства, успел пройти путь от подсобного рабочего до начальника управления по обеспечению архитектурно-строительного надзора. Сергеенко рекомендовал коллегу как ответственного, профессионального, компетентного специалиста. Однако заметил, что заниматься Медведев будет только строительством, транспортом и коммунальным хозяйством. А вот должность первого зама будет выведена отдельно. Я буду просить и внесу предложение по изменению структуры на ближайшие советы. И должность первого заместителя, просто чтобы было понятно, заместитель главы администрации, это будет руководитель аппарата. Я буду такое предложение вносить, но сегодня мы не имеем возможности принять на другую должность до отсутствия вакантной. Из 25 депутатов на сессии присутствовал 21. Единогласным решением они согласовали кандидатуру Олега Медведева. Не возникло вопросов и по еще одной Белгородке Зинаиде Анпиловой. Ее Сергеенко рекомендовал согласовать на должность начальника департамента имущественных и земельных отношений. Зинаида Петровна, юрист по образованию, 13-летний опыт муниципальной службы получила в администрации Белгорода. Последние четыре года работала заместителем главы администрации, руководителем комитета имущественных и земельных отношений администрации Белгородского района. Единогласно проголосовали депутаты за назначение на должность заместителя главы, руководителя аппарата администрации Сергея Грюченюка. В администрацию он перешел из Совета депутатов. Коллеги отзывались о нем, как об ответственном и грамотном специалисте. Решением депутатов назначен еще один замглавы, руководитель Совета безопасности Анатолий Азаров. Долгие годы он служил в органах внутренних дел. Последнее место работы – заместитель начальника полиции по оперативной работе главного управления МВД России по Ростовской области. У председателя контрольно-счетной палаты появился новый зам Елена Пищулова. В органы местного самоуправления она пришла с должности начальника экономического отдела компании «Славянка». Владимир Ивашев, несколько месяцев исполнявший обязанности начальника управления по делам молодежи, теперь утвержден в этой должности. Согласовали депутаты и кандидатуры начальников ряда сельских территорий. В Лопыгине – Светлана Ансимовой, Песчанке – Нелли Золотых, в Архангельском – Владимира Черникова. Решением депутатов РАЦ возглавил Сергей Денисов, работавший в управлении муниципальных закупок администрации округа. А Юрий Малахов вновь стал директором лесхоза. Кроме того, на заседании назначили публичные слушания по проекту внесения изменений в устав округа и в правила благоустройства. Большинством голосов утвердили порядок предоставления права на размещение нестационарных торговых объектов – киосков на территории Старого Оскола. Анна Семенова, Евгений Левошко, Денис Остапенко, 9 канал.